В канун недели Пятой по Пасхе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил всеночное обдение в храме Преображения Господня в Лигове. Храм был построен в 1904 году на средства жителей поселка. На архиерейском богослужении побывал наш корреспондент Глеб Ильинский. Владыка в Арсенофии служит в этом храме второй раз. Впервые он возглавил божественную литургию в строящемся храме, когда был возведен только первый этаж. Сегодня уже подготавливается основание для куполов. За усердное служение Святой Церкви в честь праздника Пасхи были награждены Иерей Николай Денисенко саном Партеерея, клирик храма Преображения Господня Иерей Георгий Якуба и клирик храма преподобного Алексея Человека Божия в Горилове Иерей Артемий Якименко, камилавками, диакон Покровского храма при Педагогическом университете Александр Попов и диакон Покровского храма в Южно-Приморском парке Игоря Лукаянов саном протедиакона. После помазания елеем, верующим раздали иконки Казанской Божьей Матери, привезенные владыкой из Иерусалима. Затем митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастерским словом. Каждый раз, когда мы с вами приходим под воскресенье в храм, мы приходимся на встречу с воскресшим Господом. Многие люди думают только о теле и думают, что вот как бы заботиться о нем, подольше бы оно прожило, а другие заботятся о душе. Они понимают, что тело так и так скоро отойдет в место, куда ему положено. А вот душа, куда душа пойдет, люди заботятся, это заботятся верующие. Владыка напомнил, что во втором своем пришествии Господь воскресит всех, и поэтому нам важно, что в этот момент произойдет с душой. Если душа сейчас, в приземной жизни, не воскреснет для жизни со Христом воскресшим, то что бы это означать воскресение ее потом с телом? Это значит, что души, которые не познали Христа, не хотели его познать, не хотели общаться с Господом Богом, не хотели в воскресный день в храм ходить, на встречу с воскресшим Господом, не хотели причащаться к телу и кровью Христовым, для чего они воскреснут? Они все воскреснут. Они воскреснут не для жизни вечной, а для вечных мук. Поэтому нам надо жить в свете воскресения Христова и свидетельствовать всему миру, что мы изменились с вами, сказал в заключении архипастырь. Настоятель поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву, подарил ему пасхальное яйцо с изображением Почаевской иконы Божьей Матери и букет белых роз. Открытие нового храма имеет большое общественное значение. Он станет центром патриотического и духовного воспитания молодежи.